Бизнес-партнера, менеджера компании, который вам вкратце расскажет о том, почему нужно обязательно всем знать, что имеет эта продукция, и основную информацию, основные знания об этой продукции. Поэтому, пожалуйста, приветствуйте с любовью менеджера компании FLP Наталья Демидова. Держать, да? Нет, тут уже так. Там все есть, да? Здравствуйте. Прежде чем начать разговор о продукции, я бы хотела сказать, что знакомство с компанией Forever Living Products, с людьми, которые здесь есть, с продукцией кардинально изменило мою жизнь. И я хотела бы высказать благодарность тому человеку, который пригласил меня в этот бизнес. Это мой друг, это коллега мой, тоже врач, акушер-гинеколог. В этом бизнесе он мой наставник, он мой спонсор, мой бизнес-партнер. И человек, которого я очень глубоко уважаю, ценю, это Фархад Хурабшин. Хотелось бы высказать благодарность моим ближайшим наставникам, Александру Богатько и Ричарду Глуховскому. Это действительно мои наставники в бизнесе, в жизни это мои близкие друзья, в бизнесе это профессионалы и просто глубоко порядочные люди. И я могу идти за ними хоть с закрытыми глазами. И хотелось бы сказать огромную благодарность своей команде, людям, которые пошли за мной, которые доверились мне, поверили мне, за благодарность за взаимовыручку, за взаимоподдержку, за командную работу. Ребята, я вас очень люблю. И, конечно же, благодарность... Конечно же, благодарность высшестоящим наставникам Сергею Савловичу и нашему общему наставнику Атилы Гиде Фалби. Это люди, которые показывают нам путь, не просто показывают, а освещают нам путь к процветанию, к успеху. Аплодисменты Атилы Гиде Фалби сказал, что я врач, представлюсь чуть-чуть подробнее. Я врач традиционный, практикующий, врач-пушер-гинеколог, работаю ассистентом кафедры бождепломного образования Крымского государственного медицинского университета, пишу кандидатскую диссертацию и практикую в частной клинике. И вот все время стоял вопрос, да, я врач традиционной медицины, врач-практикующий, но у меня всегда, как бы, тот факт, что в Украине и в России у нас профилактике очень мало внимания уделяется, этот факт мне очень не нравится. На самом деле профилактическая медицина у нас в Украине и в России на очень-очень низком уровне, и эта проблема начинается с нас, врачей. Дело в том, что нас так учат, нас учат поставить правильный диагноз, нас учат по приказам, по протоколам назначить правильное лечение, лекарственные препараты. Но очень-очень мало внимания уделяется, как предупредить, как предотвратить, а это является самое целесообразное направление. И если посмотреть продолжительность жизни у нас в Украине, то по официальной статистике это 68 лет в России, 66 лет, по неофициальной статистике 58 лет у мужчин, 62 года у женщин. В любом случае это очень-очень мало, потому что генетический потенциал продолжительности жизни человека, он рассчитан на 120-140 лет. Ученый, иммунолог Мечников говорил, что если человек умирает раньше, чем 150 лет, то это смерть насильственная, можно сказать. Почему так снижена продолжительность жизни? Почему так страдает ее качество? На самом деле на продолжительность жизни ее качество влияет очень много причин. Но самым важным и самым основным является, конечно же, питание. Питание. Какое у нас питание? Мы есть то, что мы едим. И если разобраться в нашем питании, то, к сожалению, мы недополучаем огромное количество питательных веществ. Есть много исследований. Я привожу пример исследования Российского института питания, здраво России, о том, что даже в августе-сентябре, вот в это время года, да, даже когда у нас на столах очень много фруктов, очень много овощей, наш организм получает меньше, ну не более 30% необходимых питательных веществ. И в разных странах есть аналогичные исследования. Почему так происходит? Действительно, наши почвы настолько истощены, в них не содержится уже того количества минералов, что необходимо. Естественно, все, что вырастает на этих почвах, также не содержит достаточного количества питательных веществ. Если раньше для того, чтобы потребить суточную потребность в железе, нужно было съесть одно-два яблока, то сейчас это нужно 2-3 килограмма яблок. И так по каждому минералу, так по каждому витамину. Поэтому мы, конечно же, не можем потребить столько еды, столько пищи, чтобы пополнить весь перечень необходимых питательных веществ. И что же делать, да? Давайте посмотрим, как происходит дело в других странах, да? Для меня очень показательна Япония. В Японии продолжительность жизни, ну, по статистике где-то 82 года, по другим статистикам это 92-97 лет. В любом случае, это самая долгоживущая нация. И в Японии после взрыва Нагасаки продолжительность жизни была всего 40 лет, средняя продолжительность жизни. И далее это была программа. Профилактическая медицина в Японии на первом месте. Это действительно самое целесообразное направление и для человека, и для экономики. И что произошло? Япония на сегодня самая долгоживущая нация. В Японии 98% населения употребляют всевозможного рода биологически активные добавки, БАДы. У нас в Украине и в России также это понятие звучит ругательное. Дело в том, что оно было дискредитировано очень давно, в 90-е еще годы, когда были нелегальные поставки БАДов из Китая, непонятное содержание травы, неизвестное количество, и возникали осложнения побочных эффектов. И теперь у нас люди боятся БАДов. У нас меньше 10% населения употребляют БАДы, и у нас так вот снижена продолжительность жизни. Если брать Америку, западные европейские страны, Япония, то там совершенно другая ситуация. И уже даже Всемирная организация здравоохранения, самый компетентный орган здравоохранения, где работают кандидаты меднаук, доктора меднаук, они говорят о том, что в рационе питания не меньше 30% должны составлять биологически активные добавки. Так что же такое БАДы? Современное название – это нутрицептики, да, это минералы, витамины, то есть это добавление в пищу жизненно необходимых компонентов. И сейчас наша задача врачей – донести населению действительно правильное понимание БАДов, о том, что это просто необходимость сегодняшнего времени, потому что наши клетки перестали функционировать правильно. Из-за этого омоложение идет онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, потому что с едой мы не можем получить все то, что нам необходимо. И поэтому снижается и продолжительность жизни, и качество жизни. У нас в Крыму очень большая команда врачей работает именно с компанией Форевер. Почему мы выбрали именно компанию Форевер? Дело в том, что у нас здесь нет никаких барьеров. Первое, на что мы всегда обращаем внимание врачи, это на сертификацию. И вот я пишу кандидатскую диссертацию, и мы рассматриваем влияние лекарства на возникновение врожденных порогов развития обладания. И поэтому с сертификацией я сталкивалась очень плотно. Ту сертификацию, которую я увидела здесь, честно говоря, я была очень приятно удивлена, и даже немного шокирована, потому что у нас лекарства не имеют такой сертификации, которая здесь есть. Это и внутренний сертификат FDA, Food and Drug Administration, это внутренний контроль на рынке США. Рынок США, фарм-рынок США, это самый закрытый фарм-рынок. После ситуации в 60-х годах, когда беременную употребляли таллидемид, антидепрессанты, возникли уродства. После этого рынок США, фарм-рынок был закрыт. В начале лекарства проходят клин исследованиям в наших странах, 5-10 лет в Восточную Европу, затем в Западную Европу и затем только попадают в Америку. И поэтому для меня, когда я узнала, что здесь есть этот сертификат FDA, для меня были все барьеры сняты. Но кроме этого, здесь есть сертификат GMP. Это внутренний контроль на европейском рынке, аналогичная FDA только на европейском рынке. Здесь есть несколько сертификатов ISO. Это единственная американская компания, которая имеет столько сертификатов ISO и GMP. Кроме того, здесь действительно есть и другие сертификаты. Можете здесь посмотреть, это только самые основные. И МЧС России, тот же ФЕСТ, он сейчас включен... То есть раньше рекомендовали, сейчас МЧС России обязует содержать в аптечке скорой помощи каждого россиянина. Кроме того, это дерматологичности, то есть продукция гипоаллергейная, нетоксичная, без ГМО и другие. Еще хотелось бы отметить кошерный сертификат. Если кто-то когда-то сталкивался с кошеризацией лекарственных препаратов, то вы знаете, что МЧС исследовательской лаборатории должен проследить стерильность на всех этапах производства на заводе, взять землю на исследование, взять, купить один и тот же продукт в разных странах мира и посмотреть, чтобы то, что на баночке написано, соответствовало до миллиграммов, до сотой процентов тому, что внутри. И этот сертификат здесь есть. Поэтому по сертификации у нас, врачей, нет никаких вопросов. Она удовлетворит даже самого скептично настроенного врача. Следующий момент. Очень важно, конечно, чтобы продукция работала. Скажу по себе, что я пришла именно через продукт, когда он помог по моим вопросам, по моим собственным вопросам по здоровью. Наверное, мы врачи 99% скептики, и если бы этого не произошло, наверное, никогда бы не возникла вера в продукт. И то, что я вижу на протяжении 10 месяцев работы с компанией, мой скептицизм убивает ежедневно. Потому что те результаты, которые я здесь вижу, хотя мы не лечим, как я всегда говорю, а мы учим, даем азы правильного питания, то есть мы не лечим, а кормим, но результаты этого правильного кормления действительно поражают. Вся продукция компании на основе такого уникального растения, как алоэ вера. Очень часто, когда мы говорим о алоэ, в Украине, в России сразу представляют столетник. Не путайте, пожалуйста. Существует больше 250 сортов алоэ, и все, кроме алоэ вера, их нельзя употреблять вовнутрь. Тот же столетник, очень часто перекручивали с медом, сахаром, ели это. Алоэ столетник является иммуностимулятором, может ускорить рост раковых клеток, как и другие сорта алоэ. Единственный сорт алоэ, это алоэ вера, барбаденсис миллер. Это единственный сорт, который можно и нужно употреблять вовнутрь. И я дальше расскажу, почему именно. Значит, алоэ это действительно уникальнейшее растение, которое обладает массой целебных сквозь. Оно растет в очень некомфортных условиях, 40 градусов жира, вырастает до 2 метров в высоту, до 1,5 метра в ширину. И самое интересное, что корневая система всего 40 сантиметров. То есть любой ветер, любой ураган, что часто там бывает, и растение обрывается с корнем и лежит вот так вот на боку. И любое другое растение в такой ситуации уже давно бы погибло. Но не алоэ вера, она обладает способностью к самообеспечению. В такой ситуации она продолжает жить 1,5-2 года. И мало того, она еще продолжает плодоносить. То есть растение действительно уникальное. И что мне нравится, то, что не надо никому доказывать о том, что оно целебное. Нет такого, что одни ученые считают, что это целебное растение, другие с этим не согласны. Это вот как аксиома в геометрии. Алоэ вера это действительно целебное растение в медицине. Вы можете открыть старинные трактаты, вы можете открыть современные интернет-издания, вы можете открыть современные какие-то энциклопедии. И вы увидите вот такой вот перечень целебных эффектов алоэ веры. И рано заживляющие, и регенераторные, и противовоспалительные, и так далее, и так далее. Кстати, насчет ранозаживляющих свойств, об алоэ вере известны очень давно. Александр Македонский направился войной на восточное побережье Африки. Рядом с островом Мадагаскар был остров, где произрастали плантации алоэ вера. Для чего? Дело в том, что действительно вот это ранозаживляющее свойство, и солдаты использовали его в лечении своих ран, потому что заживление происходило намного быстрее. Первый продукт, с которым компания вышла на рынок, это был натуральный стабилизированный гель из мякоти листа алоэ вера. Наша любимая желтая баночка, она очень узнаваема в Европе, в Америке, и я уверена, что скоро будет узнаваема у нас. В этой желтой баночке, как я уже сказала, что доказывать не надо, что алоэ вера целебное растение. Нужно доказать, что здесь сохранены все полезные свойства. В этом у Forever нет аналогов. Дело в том, что у нашей компании есть патент на стабилизацию этого геля. То есть не используются ни химические консерванты, ни используется термическое нагревание, то есть до 100 градусов. Это ничего не используется, когда гибнет все полезное. Не пастеризация, ничего. Есть патент на стабилизацию этого геля при температуре не доходящих до 100 градусов, 38 градусов чуть выше, с помощью витаминов А, С и Е, которые являются натуральными консервантами, натуральными антиоксидантами. Этот сок можно давать детям с нуля жизни. И есть национальная программа оздоровления японской нации, где детям с нуля жизни до 7 лет государство выдает этот сок бесплатно. То есть подумайте, какая должна быть сертификация, какая должна быть уровень какой компании, чтобы высокоразвитая государство Япония своим детям выдавала сок бесплатно на национальной программе. Плюс он обладает еще радиопротекторным действием. А в нем содержится масса полезных веществ, аминокислоты, минералы, витамины, антрохиноны, лигнины, сапониды и другие вещества. В общем, смысл в чем? Наши клетки начинают дополучать ежедневно то, что им необходимо для правильного функционирования. Естественно, их жизнь начинает правильно. Они функционируют правильно, функционируют органы, правильно функционирует организм в целом. Уменьшается количество, скажем так, снижается риск онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний. В компании работают гератологи, ученые, которые занимаются изучением процессов старения. То есть как замедлены процессы старения. И я вам покажу основные моменты, почему происходит замедление процессов старения. То есть то, на что действует именно наш сок из алоэ вера. Сейчас, секундочку. Первое, конечно же, как я уже сказала, все начинается с нашего желудочно-кишечного тракта. Правильное питание, да. И первое, на что действует, это, конечно же, на пищеварительную систему. Пищеварительная система. Наш кишечник состоит из ворсинок и микроворсинок. Для чего они нужны? Поступает еда, пища. В ней и так сейчас содержится очень мало питательных веществ. Да еще и наши ворсинки в процессе жизни, они вот так вот склеиваются. И, естественно, всасывание еще больше ухудшается. То есть в клетки поступает недостаточное количество минералов, витаминов, аминокислот и других питательных веществ. Естественно, работа клеток ухудшается, ухудшается работа организма, снижается продолжительность жизни, возникают ранее онкологические и другие заболевания. Что делает сок? В соке содержатся ферменты, которые восстанавливают, то есть убирают вот эти вот наслоения и восстанавливают правильную работу ворсинок. В самом соке содержится масса питательных веществ, плюс улучшается всасывание этих питательных веществ. Естественно, работа клеток. Клетки начинают санкционировать правильно. И что это значит? То есть организм сам может уже бороться с какими-то вредными влияниями окружающих средств, потому что он уже правильно функционирует. Это первое, с чего начинается. Люди, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, заборы, ясная болезнь с желудком, ясная болезнь, гастриты, эффект видят очень рано. Первыми, в течение первой недели многих, второй, третьей недели. Действительно, у нас были даже проблемы органические. Доли хосидма, удлиненная толстая кишка, мегаголод. Люди 15-20 лет принимали всевозможные препараты, слабительные и так далее. И они отказывались уже 5-6-8 месяцев полностью отказались от лекарственных препаратов. Пьют только сок алоид, идет нормализация работы желудочно-кишечного тракта. Есть инвалиды. У нас есть инвалиды, у которых вообще нет нижних конечностей. Естественно, из-за того, что образ жизни, скажем так, неактивный, тоже идет нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Этот сок его просто спасает. Второй момент, это воздействие на сердечно-сосудистую систему. Вот наш сосуд, он приносит кровь в клетки. Приносит кислород, приносит питательные вещества и уносит от клетки углекислого астоксина. Когда у нас в процессе жизни увеличивается уровень холестерина, я имею в виду плохого холестерина, либо протеины очень низкой плотности, низкой плотности, образуются атеросклеротические пляшки. Когда еще просвет не прикрыт, тогда просто идет уменьшение количества кислорода, питательных веществ. Опять-таки, да, нарушается работа клеток. Если полностью закрылся, то это в сердце инфаркт миокарда, мозг это инсульт. То есть, что делают, опять-таки, что делают ферменты, которые содержатся в геле алоэ вера? Они расщепляют вот эти вот медленно, постепенно, 3-4 месяца, когда вы пьете сок, происходит постепенное снижение холестерина, расщепление вот этих имеющихся атеросклеротических пляшек. То есть, это профилактика инсультов, инфарктов, атеросклерозов. Это второй момент, почему идет замедление процесса старения. Третий момент, это воздействие на нервную систему. Если взять молодого человека, то у нас, если сложить все нервные волокна, где-то будут тысячи километров. Через лет 20 это будет уже где-то 700. То есть, за счет вот этого уменьшения количества нервных волокон, снижения рецепторов, и тут снижение двигательной активности, память уже не такая, да, то есть, вот идет замедление, медленно, но постепенно и наступает старость, как мы говорим. Так вот, что делает сок? Сок содержит 8 основных гликопротеинов, которые восстанавливают работу нервной системы, восстанавливают нервные волокна и увеличивают, и восстанавливают нервные рецепторы. Поэтому это еще один из моментов, который замедляет процесс старения преждевременного. И четвертый момент, конечно же, это вода. Все вы знаете, что необходимо соблюдать водный режим. Полтора, два, два с половиной литра воды необходимо употреблять, потому что наши клетки должны содержать достаточное количество воды. То есть, водная структура должна быть сохранена. Так вот, алоэ, благодаря содержанию веществ транспортные, да, ленины, которые улучшают транспорт, они сохраняют водную структуру наших клеток. У нас новорожденный на 96% состоит из воды. Взрослый человек где-то на 80% состоит из воды. Если 70%, то это смерть от обезвоживания. Поэтому вода – это очень важно. И вот как раз-таки гель алоэ-вера, если вы пить и соблюдать правильный водный режим, вода заходит в клетки и водная структура сохранена. Это один еще из главных основных моментов, почему идет замедление процесса старения. Вот четыре основных момента. Значит, еще хотелось бы сказать, что сок используется в клиниках, онкологических клиникам Германии, именно наш в Форевске, в программе лечения онкобольных, потому что там содержится вещество ацемонан, которое обладает антипролиферативным действием, то есть блокирует рост раковых клеток. Единственный секс ортофалой, который можно употреблять в его внутрь. То есть является не иммуностимулятором, а иммуномодулятором или иммунокорректором. Вот, очень хорош он при химиотерапии, потому что обладает дезинтоксикационным действием, то есть выводит токсины. И больные могут переносить до пяти курсов химиотерапии, иметь хорошее самочувствие, ну, скажем так, более-менее нормальное самочувствие и нормальные показатели крови. У нас существует четыре вида сока. Первый желтый, с него всегда нужно начинать, ну, минимум одна баночка. Я рекомендую две-три баночки, очистка должна произойти. И только потом приступать к другим видам сока. Красный, это с добавлением клюквы яблока, то есть профилактика мочеполовых болезней с добавлением витамина С. Желтый, это с добавлением персика, витамин А. Здоровье волос, ногтей, при сердечно-сосудистой патологии используется. И синий, конечно, сок уникальный, с хондропротекторами, то есть с веществами, которые восстанавливают костную хрящевую ткань. Хондроэтинсульфат, гиалуроновая кислота, органическая сера. Мы на нем чуть позже остановимся. Кроме соков из алоэ, у нас есть еще минералы, витамины, нутрицептики или бады. В чем отличие от аптечных? Чтобы вы понимали, что здесь все минералы и витамины, это вытяжки из фруктов, из овощей, из растений, то есть они природного происхождения. Чаще всего в аптеке это химические. То есть я, например, как врач, я всегда выписываю то, что продается в аптеке, я другое не могу выписать. Сама всегда употребляла только натуральные витамины, и своему ребенку, естественно, буду давать только натуральные. Вот это детские витамины показаны. Есть еще также взрослые, да, для взрослых натур 18. Есть комплексы отдельно для мужского здоровья, комплексы для женского здоровья, отдельно для глаз витамины, минералы и так далее. Следующее, что здесь есть, это, остановлюсь на двух важных продуктах, это кардиотоник, значит, это конзин Q10. Конзин Q10, это вещество, было получено Нобелевское премие за его роль в синтезе АТФ, вот, и на основе этого сделан препарат кардиотоник, на основе молекулы конзин Q10. Используется в профилактике сердечно-сосудистой патологии. И есть еще один препарат, который создан на основе L-аргининовой аминокислоты, производство которой тоже была получена Нобелевская премия. Она звучит как величайшее открытие в кардиососудистой медицине. Получили трое ученых, Ферид Мурат, сотрудничает с компанией Forever Living Products. И есть еще большая группа, это группа продуктов пчеловодства. Я хочу сказать, что 21 век, это бум на продукты пчеловодства. И абсолютно оправданно бум, потому что пчелиная пельса, пчелиное маточное молочко, прополис, это уникальнейшие продукты, по ним можно устраивать отдельные лекции. И что сделал Forever? Здесь он тоже лучший из лучших. Forever выкупил пасеки у известных пчеловодов, Робсона. Было выкуплено все высокотехнологичное оборудование. Были выкуплены патенты, потому что очень важно тоже сохранить питательные вещества при производстве маточного молочка, при производстве пельсы. То есть вот здесь тоже все на высшем уровне. Когда человек решил начать вести здоровый образ жизни с продукцией компании Forever Living Products, с чего нужно начинать? Я всегда рекомендую начинать с базовой программы. Просто у нас часто знают, есть набор для сердца, есть набор для суставов, и хотят сразу его начинать. Если уж сильно так хочется, тогда хотя бы одну баночку желтого сока нужно пробить. Но более правильно начать с базовой программы. Базовая программа – это то, что нужно каждому человеку, и здоровому, и у кого какие есть заболевания, неважно в какой области, в какой системе, начинать с базовой программы для того, чтобы произошла адаптация организма и к алоэ, и к биологически активным добавкам, к витамино-минеральным комплексам. И первое, что, конечно же, это гель алоэ вера. И как мы пьем его? 60 мл утром на тыщах за 20-30 минут до еды. И я рекомендую еще и вечером, перед сном. К этой дозировке 60 мл нужно приходить постепенно. То есть не сразу. Могут быть разные реакции. Поэтому первый день – это по чайной ложечке 2 раза в день. Второй день – это по столовой ложечке 2 раза в день. И дальше уже на 60 мл. Если возникают такие-либо реакции, можно остановиться на чайной ложечке. Более постепенный переход. Может быть разный ряд. Например, возникнет запор. Это значит, что очень сильно зашлакован кишечник. Что в таких ситуациях? По одному клоточку каждый час. В течение 1-2-3 дней обычно это проходит. У детей там были показаны дозировки. У детей, я думаю, вы записали. Следующий, второй момент – это натурмин. То, что, я опять-таки говорю, необходимо каждому человеку, здоровому человеку. Почему натурмин – это комплекс минералов. Микро- и макроэлементов минералов морского происхождения. Дело в том, что если человек не употребляет дополнительно биологически активные добавки, жизненно необходимые компоненты, не употребляет дополнительно минералы, то у нас всех идет стопроцентная нехватка минералов. И даже вот Нобелевский лауреат Лайдус Полит говорил, что практически все заболевания и какие-то патологические состояния, они как раз-таки связаны с недостатком минералов в пище. Недостаток даже одного кальция приводит к более чем в 200 заболеваний. Поэтому нам необходимо употреблять минералы, добавлять их. И натурмин он идеален. Дело в том, что в нем содержатся основные минералы. Это и кальций, и йод, и магний, и цинк, и ванади. И самое главное, что не просто надо минералов, каждый из вас может пойти в аптеку и выбрать какие-то минералы. И я вам скажу, что с 99% вы просто потратите деньги. Почему? Потому что нужно знать, с чем их пить. То есть минералы должны обязательно идти в комплексы с аминокислотами и с витаминами. И поэтому важными партнерами натурминов всегда идет гель-аллоэ-вера, который содержит аминокислоты, и абсорбент С, это витамин С. Кроме того, очень важно соотношение минералов между собой. Если вы переборщите кальция, будет идти выведение магния. Если цинка, то будет выведение меди. Поэтому натурмин в этом плане идеален. То есть там такие соотношения, которые необходимы именно для того, чтобы все усваивалось очень хорошо. Следующее, это абсорбент С. Витамин С, да? И это, наверное, витамин номер один для каждого человека. У нас, опять-таки, идет стопроцентная нехватка, недостаток по витамину С. А витамин С, он необходим. Он участвует практически во всем процессах, которые происходят у нас в организме. Он отвечает и за сердечно-сосудистую систему, за эластичность капилляров. Он и отвечает за иммунитет, и за многие-многие другие сферы. Поэтому, но в чем проблема? Дело в том, что витамин С, он очень легко разрушается. Вот много витамина С содержится в зелени. В сорвании зелени, через 3-4 часа на 50% витамина С уже меньше. Купили лимон. В лимоне содержится витамин С. И стабилизатор витамина С, который сохраняет этот витамин С. Как только проходит 3-4 месяца после того, как сорвали лимон, стабилизатор витамина С разрушается, и витамина С становится на 80% меньше. Сколько пролежал этот лимон в магазине, мы не знаем. Кроме того, витамин С является водорастворимым витамином. Вы его употребили, и через 2 часа его в организме уже нет. Что сделал Форевен? Уникальнейшее открытие. На мировом рынке аналогов нет. Запатентованная формула. Соединили витамин С с овсяными отрубями. Овсяные отруби находятся в организме 10-12 часов. Перевариваются медленно. И так как витамин С просто нанизан на эти овсяные отруби, он выложит и находится тоже 10-12 часов. Идет его 100% усвоение. Кроме того, это натурально, опять-таки, витамин С. То есть из папайи, а не химически синтезирование. И когда говорят, что у моего ребенка аллергия на витамин С, на синтетический витамин С, попробуйте натурально. По четвертинку таблеточки вы посмотрите в 99% что на натуральный не будет этой аллергии. Поэтому абсорбент С употребляйте опять-таки всем. И его суточная потребность 60-120 миллиграмм. Но так как он очень быстро разрушается, покурили сигарету, его разрушилось на 25%. Смели гормональные какие-то препараты, тоже разрушение и так далее. И поэтому нужно его употреблять 300-500 миллиграмм в сутки. Вот. И если какие-то снижения иммунитета, простудные заболевания, можно до 6-7 таблеток в сутки абсорбент С употреблять. Следующий продукт, суперпродукт, я бы сказала, это пчелиное маточное молочко. Не знаю, при каких состояниях не надо назначать это молочко, маточное молочко, потому что продукт настолько уникальный, что он используется и при сердечно-сосудистых заболеваниях, и для повышения иммунитета, и при бактериальных заболеваниях бронхиты, гайбориты, и в гинекологии, и при воспалительных заболеваниях, при бесплодии. Изначально все яйца пчел, они генетически одинаковые. Затем какие-то рождающиеся особи начинают питаться пчели напельцом и медом и превращаются в рабочих пчел. А какие-то начинают питаться маточным молочком и превращаются в пчелу матку. Так вот, если рабочие пчелы живут 6 недель, то матка 6 лет. Что ж такое, какое количество питательных веществ содержится в этом маточном молочке, что настолько удлиняется продолжительность жизни. И плюс матка является очень репродуктивной. Поэтому действительно здесь столько полезных компонентов, и гаммоглобулины, и витамин В5, и бантоденовая кислота, и многие-многие другие, которые обеспечивают именно то, что маточное молочко очень эффективно используется в профилактике онкологических заболеваний, и уже при имеющихся онкологических заболеваниях используются в программах лечения. И при бесплодии, как я уже сказала, и при многих-многих других состояниях. Снижение иммунитета. Детям можно, когда простудные заболевания, да и просто для профилактики. Беременным, кормящим, кормящим увеличивают лактацию, выработку молока. То есть суперпродукт. В 21 веке маточное молочко названо суперпродуктом. И пятый компонент, который мы включили в базовую программу, это активный пробиотик. Forever активный пробиотик. Дело в том, что... Почему мы его включили? Чтобы было понятно всем и врачам, и не врачам, у нас в кишечнике содержатся хорошие бактерии и плохие бактерии. Когда у нас из-за того, что у нас неправильное питание, консервант и так далее, у нас снижается количество хороших бактерий, и начинают размножаться плохие бактерии. Отсюда возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом и, как следствие, все остальные. Посмотрите, сколько аллергии у нас. Это все идет изначально из-за проблем желудочно-кишечного тракта и многие-многие другие проблемы. Кроме того, антибиотики, бесконтрольное их применение, разрушают хорошие бактерии, начинают размножаться плохие. Но и даже если вы не употребляли в последнее время антибиотики, они все равно приходят в ваш организм. Каким образом? Куриное мясо, свинина, говядина. Все корма содержат антибактериальные препараты на сегодняшний день. Поэтому мы все равно получаем антибиотики. Поэтому мы включили forever активный пробиотик в базовую программу, которую необходимо пройти каждому человеку. И опять-таки, и здесь активный пробиотик не имеет аналогов на мировом рынке. Почему? Содержится 6 основных штаммов лакта и бифидобактерий, которые являются самыми основными. И плюс, есть двухслойная капсула. Очень часто пробиотик разрушается уже в желудке под действием соляной кислоты. И до кишечника, где он должен работать, он не доходит. Наши активный пробиотик содержит двухслойную капсулу, которая не разрушается под действием желудочного сока, доходит до кишечника, где и начинается его основная работа. 5 основных компонентов. На самом деле и я, и многие из вас, наверное, потребляют намного больше. Но очень часто, когда человек только приходит, он смотрит, ой, сколько таблеток. Он не понимает, что это не таблетки, что это не лекарства, а что это просто еда. Поэтому мы и включили всего 5. И как дополнение это поместит палом. Это мощный антиоксидантный напиток. Чтобы было всем понятно, что такое антиоксиданты, да, и что такое свободные радикалы, и для чего они нужны. У нас в процессе жизни из-за стрессов, опять-таки из-за нашей экологии, есть такие свободные радикалы, да. Это нестабильные молекулы, которые не имеют электрон. Мало того, что они сами не имеют электрон, они убирают электрон, выбивают еще и у других молекул стабильных, которые также становятся нестабильными. И эти нестабильные молекули, они приводят, они вот как бы разрушают клетки вокруг. Они приводят к тому, что клетки начинают неправильно функционировать. Возникают онкологические заболевания, возникают сосудистые заболевания, другие заболевания. Что делают антиоксиданты? Чаще всего это витамины А, С, Е, которые содержатся в ягодах, фруктах. А антиоксиданты, они восстанавливают вот этот вот электрон, додают клеткам и превращают их в стабильные. Поэтому Побестин Пауэр – это очень мощный антиоксидантный напиток. Там содержится сок из мангустина. Я вот была в Таиланде, когда я ела мангустин, действительно вкусный фрукт. Я тогда не знала, насколько он полезен и то, что он является мощным антиоксидантом. Плюс содержатся ягоды голубика, соки голубики, малины, ежевики, виноградные косточки, гранат. Очень мощный антиоксидантный напиток. И там содержится самый мощный антиоксидант, который в 500 раз сильнее, чем такого сильного антиоксиданта, как витамин Е. То есть действительно очень хороший напиток. И при снижении иммунитета он очень нужен. Да и в принципе в профилактике любых заболеваний, в том числе онкологических, в том числе и простудных и так далее. И седьмое, это чай из цветков алоэ. Дело в том, что каждый из нас в течение дня что-то пьет. И чаще всего это что-то не очень хорошее. Это сонки наши, да, это кофе. Поэтому лучше пить чай из цветков алоэ, который содержит алоэ, который содержит специи, специальные, очень полезные для нашего организма. Пропили базовую программу. Что делать дальше? Система очистка 9. Очень часто думают, что очистка 9 это только для похудения. Это неправильно. На самом деле очистку 9 рекомендуется проходить любому здоровому человеку 2-3 раза в год. Но один раз так после новогодних праздников это обязательно. И еще в какой-то из, может быть после лета, осенью уже каждый сам выбирает. Что такое очистка 9? Что туда входит? Туда входит гель алоэ вера, но он пьется в больших количествах. И так как сразу в большие дозы, поэтому обязательно в начале базовая программа, либо хотя бы 1 литр соков, чтобы постепенно перейти. Кроме того, сюда входит протеиновый коктейль. У нас есть 2 вида протеиновых коктейлей. Ванильный и шоколадный. И тут еще основная ошибка. Очень часто думают, что протеиновые коктейли это для того, чтобы накачаться, для того, чтобы похудеть. Протеины это белки. Это структура всех наших клеток. Это необходимо каждому человеку. Здорово наших волос, ногтей, каждой нашей клетки, каждого нашего органа. Это необходимо детям, беременным, кормящим, взрослым, просто людям. Поэтому белки нужны. Здесь содержится белок растительный, очень и сои, без ГМО. Он легко усваиваемый. Плюс, если люди не употребляют мясо, да, очень хорошо тоже его можно. Если на посту тоже можно. Для тех, кто употребляет молочные продукты, вернее, есть геганы, которые не употребляют даже молочные продукты, то им тоже это можно. Те, кто употребляют молочные продукты, то мы соединяем, размешиваем вот эту ложечку мерную с молоком. И тогда что получается? Белок сои это один из немногих белков, который является полноценным. То есть содержит все 9 незаменимых аминокислот, которые у нас в организме не вырабатываются и обязательно должны поступать из нее. И белок молочного молока, это из животных белков, тоже является полноценным. Таким образом, мы сразу получаем 2 полноценных белка и все 9 незаменимых аминокислот. Плюс, растительный белок, он является очень легко усваиваемым и 0% холестерина содержит. И здесь еще содержится 8 минералов и витаминов, и клетчатка. Поэтому этот продукт, я его очень люблю. Я проработала тренером по фитнесу, это мой хоббит, 10 лет. Я всегда употребляла такие протеиновые коктейли. И хочу сказать, что я сравнила по составу из тех, что я употребляла, где-то 3-4 вида коктейля. Здесь большее, самое большее количество белка, что необходимо. И минералов и витаминов здесь приблизительно 50% суточной потребности, что также очень... Ну, то есть состав идеальнейший. Из тех, что я употребляла, это самый лучший состав, а цена дешевле. Вот. Следующее, что содержится в очистке 9, это пчелиная пельса. Пчелиная пельса – это действительно продукт для тех, кто хочет похудеть, и для спортсменов уникальный. Это энергетик. В нем содержится 22 аминокислоты. То есть если мед – это чистый углевод, то пчелиная пельса – это чистый белок. И плюс 96 разных питательных веществ. И горсиния плюс еще входит в очистку 9. Это растительная добавка, которая замедляет переход углеводов в жиры. Если есть препараты в аптеках, продается, или Дакса, Беридио, которые воздействуют на центральную нервную систему и таким образом идет похудение, то это здесь работает совершенно по-другому, абсолютно натуральным образом. Замедляет переход углеводов в жиры, нормализует уровень сахара в крови. И плюс содержится хром. У кого есть болезнь сладкоежек? Кто любит сладкое? Это значит, что поднимают дороги. Это недостаток хрома. Поэтому здесь добавим в горсинию вот этот хром для того, чтобы бороться с болезнью сладкоежек. Вот это очистка 9 на 9 дней. Дальше те, кто хочет похудеть действительно, то есть система стиль жизни 30. Вы прошли очистку и переходите на стиль жизни 30 для чего? Для того, чтобы поддержать все это, для того, чтобы выработать правильный стиль питания. Потому что очень многие на 3-4 день очистят, и вот такие круглые глаза я есть хочу. На 5-6 уже легче, на 7-8 еще легче. А когда проходит стиль жизни 30, как будто вы так всю жизнь не питались. Потому что у нас совершенно неправильный образ питания, образ жизни. У нас нет культуры употребления продуктов питания. Поэтому нужно прививать и постепенно переходить. Для этого есть программа стиль жизни 30, которая содержит все те же компоненты. Есть схемы для тех, кто хочет похудеть определенной схемой. Те, кто просто хочет нормализовать свой вес. И те, кто хочет набрать вес, тоже есть схема. Плюс здесь добавлен пробиотик. Следующее. Еще два размера набора. Это кардиоздоровье и свобода движения. И вот так вот за год можно прости весь цикл, который подпитает все ваши системы. То есть базовая программа, очистка два раза в год прошли. Кардиоздоровье два раза в год. И профилактика патологии суставов два раза в год. Это именно профилактика. Это не то, что мы кого-то лечим. Опять-таки не лечим, а кормим. Так вот, кардиоздоровье. Здесь идет желтый сок. Мы начинаем с желтого сока. И дальше идет сок клюква-яблока. Кроме того, это коэнтинку-10, препарат кардиотоник. Про него я уже сказала. Три. Хорошо. Следующее. Это абсорбент С. Опять-таки про него мы уже поговорили. При сердечно-сосудистой патологии потребляется, потому что эластичность сосудов сохраняет. И дальше маточное молочко мы также сказали. Остановлюсь быстренько на чеснок-чебрец. Почему он, хотя он как является природным антибиотик, да, чеснок-земьян. Почему он здесь идет, в кардиозе здоровье? Он выполняет роль, такой, как выполняет аспирин кардио, аспирин малых дозов. То есть разжижение крови снижает уровень трампообразования, да. Вот как аспирин, когда назначают, после 40 лет очень многим. Вот эту роль натуральную выполняет здесь чеснок-чебрец. И на 2 месяца рассчитан на этот комплекс также. И свобода движения. Кому нужно проходить курс свободы движения? Можно говорить артрозы, артриты, спортсмены. Я скажу так, любому человеку, кто хочет сохранить свободу своего движения на долгие-долгие годы. После 30 лет у нас у всех начинается постепенно остеопороз, разжижение костной ткани. Заметьте, как наступает постепенно старость, да, у женщин снижается уровень гормонов. И потом говорят о том, что шла-шла перелом на ровном месте, потому что вымывается кальций, он не усваивается в костях. И дальше возникает вот такая вот осанка, уровень позвонками, хрящи, уменьшается рост, уменьшается осанка вот такая. Можно сказать, что да, наступает старость, и ничего сделать нельзя. А для тех, кто хочет с этим побороться и просто профилактировать, вернее, не побороться, кто хочет сохранить свободу своего движения на долгие годы, кто хочет сохранить хорошую осанку, вот, наверное, для таких людей вот этот вот именно набор. И здесь сок с хондропротекторами в 120 мл содержится лекарственная, лечебная доза хондропротекторов. И причем из очень дорогих сортов рыб, и причем вместе с комплексом алоэ. Чтобы вы понимали, 80% всей работы выполняет именно алоэ, улучшает проводимость всех минералов, витаминов, и также фондропротекторов во всех тканях и органах. И всех наступает намного быстрее, чем если вы купите обтеченные какие-то препараты с фондропротекторами, по цене тоже самое, из дешевых сортов рыб и плюс без алоэ. Далее здесь еще содержится кальций, я рекомендую месяц в кальций, месяц в натурмин, месяц в кальций, месяц в натурмин. Кальций, отличие, значит, что здесь, это кальция, цитрат, очень важно. По последним исследованиям, чаще всего продается кальций, карбонат. Так вот, по последним исследованиям, кальций, карбонат вызывает образование камней в почках, в мочекаменной болезни. И плюс он усваивается намного тяжелее. Поэтому самая лучшая форма кальция – это кальция, цитрат. Форевер об этом знает и сразу же выпускает именно кальция, цитрат. И что еще идет в комплексе с магнием, амоксид магния и витамином Д? Это уникальнейшее, именно такое сочетание, которое обеспечивает усвоение кальция лучше всего. Кальция, цитрат усваивается в 2,5 раза быстрее, чем кальция, карбонат. И еще, значит, антическое море – это омега-3, омега-9, жирные кислоты и витамин Е. Омега-3 – это рыбий жир, он необходим. Нам каждому человеку нужно употреблять 2, хотя бы или 3 раза в неделю рыбы холодных сортов, черное море, холодных морей. Черное море не относится к это море. Поэтому то, что мы едим – это замороженная рыба. И там уже не содержится того количества омега-3 жирных кислот, которые нам необходимы, полить ненасыщенные жирные кислоты. Поэтому нам просто необходимо употреблять комплексы омега-3, омега-9 жирных кислот. Омега-9 – это растительные масла, тоже оливковое масло. Если взять страны Средиземного моря, у них намного ниже процент онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. Почему? Они употребляют очень много оливкового масла. Если взять Японию и взять эскимосов, они употребляют очень много обега-3 жирные кислоты, потому что рыбы холодных морей. У них тоже намного ниже процент этих заболеваний. И последнее – это актив гиалурон. Это гиалуроновая кислота, таблетированная за счет того, что низкомолекулярной формы не надо, а именно таблетированная, улучшает количество и качество международной жидкости, благодаря чему нет вот этого трения, да, то есть не возникает, нет профилактика артрозов, артритов. И очень классный побочный эффект гиалуроновой кислоты через 3 месяца применения. Это идет омоложение, снижение, улучшение упругости кожи, уменьшение мелких морщин, потому что гиалуроновая кислота соединяется с огромным количеством молекул воды. Вот так вот она работает. На этой хорошей ночи, последнее, что я хочу сказать, это свое отношение к бизнесу forever. Действительно, я считаю, что это очень-очень красивый бизнес. Бизнес, где ты заинтересован в материальном благополучии людей, которые пошли за тобой, где действительно рождается настоящая дружба. Это бизнес красивый, он несет красоту, он несет здоровье. И, наверное, свое отношение я могла бы выразить такими словами. Тысячу свечей можно зажечь от одной единственной свечи, и при этом ее жизнь не станет короче. Так и счастья не становится меньше, если с ним делиться. Я вам всем желаю здоровья, здоровья всем членам вашей семьи, желаю вам любви и желаю счастья, чтобы вы могли этим счастьем делиться. Благодарю за внимание. Спасибо.